Дом на Западном, а работа в центре города. Из пункта А в пункт Б Иван каждый уже добирается на двухколесном друге. Попадал в ДТП и убежден, что его вины нет. По наблюдениям молодого человека, автомобилисты не считают велолюбителей полноправными членами дорожного движения. Распространенная ситуация, когда ты едешь по правой части, по правой полосе, и водитель просто поворачивает направо, тебя подрезает. И ты как бы такой, что происходит? Типа, почему? Почему? То есть вот обычно большинство аварий именно приходится на такие случаи, когда тебя просто подрезают. Проблемным местом Иван считает проспект с тачки, что подтверждается новым исследованием. Эксперты оценили российские города-миллионники по нескольким критериям. Протяженность велодорожек, удобство городской среды и безопасность движения. По третьему параметру Донская столица держится на предпоследнем месте рейтинга. По общему баллу на пятом с конца. Выводы неутешительные. В Ростове-на-Дону самая большая доля дорожно-транспортных происшествий с участием велосипедов. По данным областного управления ГИБДД, в городе зафиксировали 4 ДТП за 2021 год. Все повлекли травы велосипедистов. Зачастую велосипедисты не соблюдают требования приписания дорожных знаков, разметки. Также зачастую велосипедисты в темное время суток передвигаются на велосипеде, не обозначив себя световозвращающими элементами. Велосипеды не оборудованы спереди фара белого цвета, сзади стоп-сигналом красного цвета. Александр Мухин отметил, часто велосипедисты двигаются посередине проезжей части, выполняют развороты там, где это запрещено. В Ростове-на-Дону сейчас пять участков для движения велосипедистов. Самый крупный тянется вдоль улицы Левобережной, другой покороче на проспекте Коммунистическом. Еще два крошечных отрезка пролегают в центре и один на северном. Но в одну инфраструктуру они никак не связаны. Скажем прямо, сейчас велосипедной инфраструктуры в городе практически нет. Та велосипедная инфраструктура, которая есть, она не удовлетворяет даже базовым требованиям и базовым потребностям велосипедистов, любителей велосипеда и так далее. Дмитрий Гусев – велолюбитель и общественник. В 2018-м при его участии подготовили проект 35-километровой сети городских велодорожек. Она включает улицу Малиновского, проспекты Стачки и Шолохова, соединенные в Большую Артерию. Ключевой задачей Дмитрий считает обновление инфраструктуры на Пушкинской. На данный момент улица Пушкинская является, во-первых, а, одной из самых востребованных с точки зрения передвижения на велосипеде, б, одной из самых, так скажем, конфликтных, потому что помимо велосипедистов на улице Пушкинской много пешеходов, много гуляющих людей, детей, колясок и так далее. Пока это только проект. 13 июня мэр города Алексей Лагвиненко в своем инстаграм сообщил, к сентябрю на Гребном канале обустроят велосипедный комплекс. Новую территорию для велоспорта обустроим к началу нового учебного года. На стадии завершения работы по строительству комплекса специализированных трасс для занятия велоспортом BMX и велоспортом Mountain Bike на Гребном канале Дон сдан комплекс будет в конце лета. Выходные дни Анна часто проводит на двух колесах, добирается с Северного в Левобережный парк, с интересом относится к строительству нового велосипедного комплекса. В целом, ну, проблема есть в городе, конечно, трудно у нас с этим. Обычные пешеходные приходится использовать дороги. Тем временем в Ростове-на-Дону набирает вес проблема электросамокатов. Их статус пока не определен правилами дорожного движения, но передвигаться по велосипедным дорожкам на них можно и даже нужно, если таковые имеются. Организация сети маршрутов для двухколесного транспорта может облегчить жизнь всем участникам дорожного движения. Сергей Крикоров, Юрий Друзякин, Александр Кучец, Дон, 24. Ростов-на-Дону.